Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Ольга Пырочкина и сегодня выпуски. На что способны работники агропромышленного комплекса? Стратегия развития сферы АПК. Ключевая тема заседания Государственного совета страны, прошедшего в Кремле. В обсуждении приняли участие главы всех регионов России. Интерактивные доски, цифровые лаборатории, метеостанции, новое оборудование по стандартам WorldSkills прибыло в Чувашию. Ёлка для одаренных в Театре оперы и балета собрали отличников, призеров Олимпиад и спортсменов. В Москве прошло заседание Государственного совета страны под председательством Владимира Путина. В обсуждении аграрной политики России принимали участие главы всех регионов, в том числе и Михаил Игнатьев. Подробности у Дмитрия Ковалева. На что способны работники агропромышленного комплекса показал уходящий год? Вопреки капризам погоды в регионах страны собран рекордный урожай. Значительно выросли и объемы экспорта сельхозпродукции за рубеж. Стратегия развития сферы АПК – ключевая тема прошедшего в Кремле заседания госсовета. Ударный труд работников агропромышленного комплекса положительно отразился на продовольственной безопасности страны. Так, объемы сбора зерновых культур в этом году достигли отметки 120 миллионов тонн. Рекордным стал и урожай сахарной свеклы. Сельхозпроизводители продолжают осваивать новые рынки и за рубежом. Сейчас Россия занимает первое место среди экспортеров пшеницы. Задача президента – не сбавлять темпов. Для развития сферы АПК условия созданы, отметил Владимир Путин. Экспорт, причем включая не только сырье, но и продукцию высокого передела, по итогам года может превысить 24 миллиарда долларов. А к 2024 году, вы знаете, мы ставим перед собой задачу выйти на 45 миллиардов долларов. И это вполне реализуемая задача. Стратегическая задача властей региона – создавать комфортную среду для тех, кто живет и трудится на селе. А это новые дороги, доступное жилье, качественная медицина. В рамках национального проекта на эти цели направят многомиллиардные суммы. Глава Чувашии отметил, что инициативы правительства Чувашии поддерживают в федеральном центре. Эжегодно выделяем в сельскую местность соответствующие средства для создания комфортных условий. Если взять за последние пять лет, стоим основного выражения, не менее 10 миллиардов рублей мы выделили. Реально сможем, привлекая федеральные средства, быстрее начать строительство и вводить в эксплуатацию. Это и общеобразовательные школы, это объекты здравоохранения, это и дороги к населенным пунктам. Эффективным инструментом развития села должна стать льготная ипотека. Спрос на индивидуальное жилье в республике продолжает расти. Чтобы появился не только продукт, как ипотека, но и самое главное, появилось хорошее качественное жилье, которое жители Чувашии смогут приобрести с помощью этого инструмента. Вот это наша задача, на которой мы вместе с ведомством агропромышленного комплекса будем вместе отрабатывать. Чувашии у нас не в зоне риска на сегодняшний день, поэтому те задачи, которые по нашему национальному проекту перед Чувашией стоят, задачи по этому году, они выполняются? Хороший регион, всегда развивался комплекс не только сельскохозяйственного производства, но и сельские территории. Оттуда стартанула в 2003 году впервые федеральная целевая программа устойчивого развития сельских территорий, например, Чувашии. К сожалению, только об одном давно у вас не было. В вопросах развития сельского хозяйства на первый план выходит и взаимодействие между регионами. С главами субъектов Михаил Игнатьев встретился в кулуарах. Всегда рядом. Заседание Госсовета предновогоднее, а это повод исполнить заветные мечты детей. Главы субъектов и федеральные министры присоединились к благотворительной акции «Елка желаний». В одной из открыток, адресованных Михаилу Игнатьеву, просьба юного Саши, который грезит о поездке в Великий Устюг. Второе. Мечтает о боксерской груши «Денис». Это у нас бокс, тем более базовый вид спорта. Обязательно сделаем. Егоров Кирилл мечтает побывать в Санкт-Петербурге. У нас, тем более, сейчас с Санкт-Петербургом хорошие отношения. Мы сами были детьми. Мечты, которые есть у наших детей, у наших дорогих детей, всегда же хотим, чтобы они претворились реальной жизнью. Исполнить заветные мечты ребят Михаил Игнатьев пообещал в ближайшие дни. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. В следующем году Чувашской республике выделят порядка 600 миллионов рублей на приобретение муниципального транспорта. Об этом в нашей съемочной группе в Кремле сообщил министр промышленности и торговли страны. Денис Мантуров рассказал о работе над программой ускоренного социально-экономического развития республики. Руководство региона старается и все те направления, которые заложены, исполнять в самой программе. Более того, мы нашли предварительное решение, в частности, как изначально предполагалось, это выделение дополнительных средств из федерального бюджета на регионы, где требуется дополнительная работа по повышению социально-экономического развития. Вот два региона, в частности, Чувашия и еще у меня Псков, два региона, которым мне доверили, мы смогли в правительстве найти решение. Я надеюсь, что это решение состоится в жизни и во втором квартале следующего года будет реализовано уже на практике. Новое оборудование, соответствующее стандартам WorldSkills, появилось в Чебоксарском профессиональном колледже имени Никольского. СУС выиграл грант на его покупку. Подробности у Юлии Важениной. Режем. Раз. Так. Подготовить будущих профессионалов своей компетенции – задача не из простых. В числе обязательных требований чемпионата рабочих профессий – наличие самого современного оборудования. Такое на днях появилось в колледже имени Никольского. Получили, получается, из федерального бюджета 5 миллионов 850 тысяч, из республиканского бюджета это 740 тысяч, а наши собственные средства это 500 тысяч. Итого сумма этих мероприятий у нас составила 7 миллионов 90 тысяч. В перспективе мы вот это оборудование по условиям гранта, получается, мы будем использовать для совершенствования образовательной деятельности, как для реализации основной образовательной программы, но и для совершенствования работы по дополнительному образованию. Здесь переоборудовали сразу пять мастерских по специальностям преподавания в начальных классах, технология, музыка, дошкольное воспитание, физкультура, спорт и фитнес. Данное оборудование позволяет нашим студентам похорошо подготовиться к чемпионатам молодые профессионалы. С 2016 года по компетенции дошкольное воспитание студенты сдают еще и демонстрационный экзамен. Поэтому это современное оборудование, то, которое будет появиться только в перспективе в детских садах и в школах, а наши студенты обучаются этому уже сейчас. Интерактивные доски, цифровая лаборатория, метеостанция, ноутбуки – это лишь малая часть нового оборудования. Мы закупили лаб-диски, которые позволяют в реальном режиме нам измерить определенные объекты. Здесь показывается температура помещения. Можете измерить, пожалуйста, ладонь вашу, сколько она градусов. Сейчас у большинства обучающихся уже есть телефоны. И обычными методами, традиционными преподавания, их не заинтересовать. Такое оборудование поможет сделать урок интереснее. Дети будут желать учиться в школе. Настя Собина из семьи преподавателей. Папа – историк, бабушка – воспитатель. А Настя решила стать учителем начальных классов, как мама. Я думаю, что учитель – это универсальная профессия. Учитель знает все. У него большой кругозор. Он знает, как преподавать, как работать с людьми. Всего в Чувашии в этом году оснастили 25 лабораторий и мастерских по стандартам WorldSkills. В следующем планируют обновить еще 29. Стало известно, как ученики выпускных классов Чувашии написали итоговое сочинение. Испытание проходило 4 декабря. В основной срок сочинения в республике написали 5678 человек. В целом успешно отмечают специалисты. За счет получили 99,4% учеников. Наиболее популярным направлением тем сочинения в этом году стало «Надежда и отчаяние». Ее выбрали в Чувашии 36,3%. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском государственной итоговой аттестации. Что нам стоит построить модель гибкого фотоэлектрического устройства? Юные инженеры вернулись с победой с международного детского конкурса «Кванториада-2019». Он улыбается под маской, а на экране гаджета графики фиксируют. Радость. Это прототип тренажера для управления мимикой. В перспективе он сможет помогать восстанавливать подвижность лицевых мышц людям, перенесшим инсульт. Работает на основе датчиков электромиограммы. То есть, если человек показывает на лице какую-то эмоцию, то об этом можно узнать при помощи приложения на нашем телефоне. В будущем в нашем проекте будет ставлен еще датчик электроэнсфолограммы, чтобы определить истинность этой эмоции и определить, реально ли человек испытывает ее или нет. Психоэмоциональный тренажер – одно из направлений или треков международного конкурса детских инженерных команд. В «Контряде» 10 треков. В четырех участвовали команды из Чуаши. К примеру, в направлении гибкой электроникой юные инженеры разрабатывали модель гибкого фотоэлектрического устройства. Мы занимались проектом гибкие солнечные элементы. То есть, солнечные элементы, которые способны к деформациям и при этом не теряют в своей эффективности. Команда X-Energy работала над канатной дорогой. Ребята из «Айтен» над гибридной системой электроснабжения. В заочном этапе участвовали более 60 тысяч детей. В финал вышли команды, успешно разработавшие инженерные модели. Работали, как обычно работаем, с любыми вариантами проектов. Начали от проблем, дальше двигались к каким-то вариантам решения, анализировали, думали, решали какие-то текущие задачи. На помощь наставников в финале, надеяться, не приходилось. По условиям ребята дорабатывали свои проекты самостоятельно, стремясь их усовершенствовать. Если устройство заработало, команда признавалась победителем. К слову, этот порог преодолели все представители Чувашии. А если заработало, имея наилучшие технические характеристики, то это абсолютные победители направления. Лучшую материальную модель «Микрогрид» собрали и запустили юные чебоксарские инженеры. Та система, которую мы сейчас пытаемся построить в макете, воплотить в макете, это будущее электросетей. То есть это совершенно новая топология построения электросетей. В ней в качестве генераторов электроэнергии могут выступать и альтернативные точки энергии. На доработку проекта ребята получили грант в 1 миллион рублей. В перспективе при помощи разработанного устройства можно снизить потребление энергии на 20%. Ирина Волкова, Юлия Адюкова, Бахтияр Велиев, Республика. Лучший государственный служащий работает в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии. Сегодня в Доме правительства подвели итоги профессионального конкурса. Он прошел в девятый раз. Стать лучшим госслужащим значит подтвердить свою высокую квалификацию. За это звание в этом году боролись 14 человек. Претенденты защищали свои проекты, предлагали новые подходы к управлению, озвучивали свое видение современной государственной политики. Участники конкурса, они очень креативные, они очень интересные. Они предлагают решение простых вопросов, которые лежат на поверхности, а по роду своей деятельности, текущей работы, все это нам не позволяет видеть. Повышение престижа госслужбы и мотивация молодых специалистов – основная цель конкурса. Лучшим госслужащим стала Елена Трофимова, главный специалист-эксперт Минстроя Чувашии. На своей должности она трудится уже 8 лет. Я в рамках выполнения своих функций осуществляю контроль за соблюдением органами местного управления законодательства о градостроительной деятельности. И моя работа посвящена механизму оптимизации данного контроля. Мною разработаны материалы, которые помогают главам и их работникам поселений наилучшим образом осуществлять градостроительную деятельность со ссылками на нормы законодательства. Второе место заняла заведующая сектора Минкультуры Чувашии Татьяна Малеева. Третье место у начальника отдела Минсельхоза Чувашии Ольги Кудрявцевой. Новые знания, приобретенные в ходе подготовки к конкурсу, помогут участникам двигаться дальше по карьерной лестнице. И все же победители считают, что высокие оценки – это своеобразный аванс, который нужно подкреплять ежедневным трудом. Рифат Фадколин, Павел Леритков, Республика. Культурный центр при Министерстве иностранных дел России – популярное в Москве место встреч представителей дипломатической элиты, бизнеса, прессы и представителей творческих профессий. Недавно там прошел Вечер народной дипломатии, в котором приняла участие делегация Чувашии. Ежегодно на площадках культурного центра МИД России проводятся десятки национальных праздничных мероприятий и приемов. В них принимают участие представители дипломатических миссий иностранных государств, российских и зарубежных ассоциаций, иностранных культурных центров в Москве. Однако новогодний вечер с национальным колоритом прошел впервые. Чувашский Дед Мороз Хель Мучи – третий в рейтинге национальных новогодних волшебников России. В качестве подарка он привез в Москву концерт народного коллектива «Синьял» и выставку декоративно-прикладного искусства Чувашии. Соблюдение правил дорожного движения – тема особенно актуальная перед началом каникул. Заключительную учебную неделю этого года в школах посвятили не только елкам и выставлению оценок, но и профилактике безопасности на дороге. Важная составляющая безопасности на дороге – владение правилами дорожного движения. Об этом не устают напоминать в столичных ведомствах. И очень много внимания уделяется тому, чтобы провести безопасно самые длинные – это зимние новогодние каникулы. И накануне Нового года совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения МВД Почувашской Республики на этой неделе мы запустили акцию по так называемому изучению правил дорожного движения. Акция называется «Я соблюдаю правила дорожного движения». Профилактические занятия прошли сегодня и в 37-й школе. В отряд юных инспекторов движения здесь принимают с первого класса. Обязательное условие приема – отличное знание ПДД. Хочу напомнить всем школьникам о правилах дорожного движения. Переходить на зеленый сигнал светофора, через пешеходный переход, смотреть по сторонам и не бегать по дороге. Старшие школьники охотно берут шефство над юными инспекторами. Наши ребята-старшеклассники стараются заниматься с этими детьми, чтобы они могли принимать участие в Олимпиадах по правилам дорожного движения. Такие светоотражатели вручили сегодня ребятам. Они позволят заметить ребенка, если на улице темно, что актуально для зимнего времени года и просто в пасмурную или дождливую погоду. Напомним, что в этом году зимние каникулы продлятся до 9 января. Управление ГИБДД по Чувашской республике рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о правилах дорожного движения и в случае отсутствия снабдить их светоотражающими элементами для одежды. В Чувашии начались новогодние елки. В Театре оперы и балета собрали ребят, которые показали отличные результаты в учебе, спорте, а стали призерами различных Олимпиад. Это сегодня в хороводе снежинки, рыцари, сказочные персонажи. В жизни отличники, победители школьных, районных и республиканских Олимпиад, спортсмены и активисты. Собирать перед Новым Годом талантливых и одаренных в различных областях школьников – давняя традиция. Каждый год тема представления разная. В этом году главными героями, помимо традиционных Деда Мороза и Снегурочки, стали бременские музыканты. Пятый год профессиональным артистам помогают студенты Института искусств. Наши студенты, преподаватели с удовольствием принимают в этом участие, потому что мы понимаем важность того, что для детей нужно создавать праздничную атмосферу. И очень важно, чтобы дети, хотя и взрослые, чтобы верили в волшебство, потому что вера помогает надеяться на лучшее и делает людей, конечно, добрее. Многие ребята первый раз не только в Театре оперы и балета, но и вообще в Чебоксарах. Ну а кто-то старался весь год, чтобы получить право опять побывать здесь. Я с другом приехала, он тоже отличный. На следующий год тоже постараюсь приехать. Было очень весело и сказка была даже прикольная. Всех талантливых школьников Республики театр сразу не вместил, так что представления будут идти несколько дней. Таковы главные новости к этому часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова